До выборов в Госдуму времени все меньше, новой агитации все больше. На плакатах, например, размышления о том, что у учителей должна быть достойная зарплата. Что, кстати, идет в разрез с мнением главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Напомним, в начале августа российский премьер заявил, что если учителей не устраивает их зарплата, то они должны идти в бизнес. Есть и обещание сделать все для жизненного старта молодежи. Что входит в это все, Путин не объясняет. Не рассказывает он с плакатов крымчанам и о том, как его партия понимает интересы страны, а лишь намекает на то, что «Единая Россия» о них что-то знает. Еще российский президент вновь вещает крымчанам о зарплатах. На этот раз медиков. Не забыл Путин и о тех, кто трудится в поле. Правда, тоже не расшифровывая свое послание. Некоторые кандидаты по партийным спискам и мажоритарщики тоже обновили свои лица на улицах крымских городов. Вот Аксенов и рядом с ним надпись «Работать в интересах людей». А вот он уже обещает прорвать любые блокады. Кандидат Светлана Савченко изменила свои прошлые билборды. Раньше ее слоганом было «Недвусмысленная наша крымская Савченко». Все эти рекламы сняли. Теперь Светлана Савченко обещает крымчанам уют. Примечательно, что среди множества агитаций путинской «Единой России» появились и другие партии. Правда, их билборды очень трудно найти из-за их малого количества. Вот коммунисты говорят, что они что-то смогут. Их кандидат сообщает, что с 18 сентября начнется жизнь с красной строки. А вот ЛДПР Жириновского. Она ничего никому не обещает. Агитация выглядит скромно. Не появились на крымских выборах лишь билборды четвертой из пропутинских партий «Справедливая Россия». Что может говорить о том, что, возможно, эта партия не пройдет в новую путинскую думу. Рекламы оппозиционных Путину партий на полуострове нет. Напомним, на прошлой неделе кандидаты в депутаты Госдумы от партии «Парнас» в Краснодарском крае обратились в украинское генконсульство в Ростове-на-Дону, чтобы получить транзитную визу в Крым для проведения предвыборной агитации. Заявление на открытие транзитных виз подали кандидаты в депутаты Алексей Королев, Александр Сафронов и Марина Копытца. Представители партии заявили, что планируют прибыть на полуостров, уважая нормы не только российского законодательства, но и одновременно международного права. Но, как заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, министерство такого разрешения не даст. Исходя из того, что это оккупированная территория, естественно, что никакого разрешения на осуществление агитации на территории оккупированного Крыма Украина дать не может, заявил он.